Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить овсяное печенье с пудингом. В нашем случае это будет пудинг со вкусом какао. До этого мы уже готовили самостоятельно овсяное печенье со вкусом клубники. Был пудинг со вкусом клубники. И овсяное печенье с пудингом со вкусом бананов. Печенье вышло очень вкусное, нам оно очень понравилось. И мы решили приготовить его еще, в этот раз взяв пудинг со вкусом какао. Итак, приступаем. Для этого нам понадобится 100 мл кефира. И 100 мл подсолнечного масла. Ингредиенты у нас взяты из холодильника, но они нам нужны теплыми. Поэтому мы предварительно их поставим на газ, чтобы они немного разогрелись. Мы подогрели содержимое нашей емкости на газу примерно 30 секунд. И теперь добавляем к этому всему наш пудинг. 250 грамм. Добавив в кастрюльку пудинг, мы высыпаем к нему 3 столовые ложки сахара. Также добавляем щепотку соли. Можно измерять на кончике вилки или столовые ложки. Высыпаем стакан овсянки. И разбиваем одно яйцо. И все тщательно перемешиваем. Тщательно перемешав все ингредиенты, мы оставляем их на 10 минут для того, чтобы овсяные хлопья приняли влагу и немного набухли. И оставим это все дело на 10 минут. Дав постоять продуктом 10 минут, мы добавляем 5 грамм ванилина, 10 грамм разрыхлителя и пару ложек муки. И начинаем замешивать. С добавлением муки у нас тесто дошло до такой вот консистенции. Но нам оно нужно более густое, более плотное, поэтому мы посыпаем мукой нашу рабочую поверхность и выкладываем из нашей емкости уже на рабочую поверхность наше тесто. И продолжаем замешивать его уже на рабочей поверхности. Вымесив тесто примерно до вот такого вот состояния, смазываем его маслом, поверхность маслом, на которую мы его положим, так как оно немного еще прилипает. И даем ему постоять около 10 минут. Итак, тесто постояло у нас уже 10 минут. На этом этапе можно поставить на разогрев духовку. Разогревать ее нужно до 180 градусов. А теперь мы смазываем большую часть рабочей поверхности маслом, где сейчас мы и будем раскатывать наше тесто. Раскатывать тесто мы будем толщиной примерно до 7 миллиметров. Меньше не надо. Мы раскатали тесто. Оно получилось вот такой формы и такой примерно толщины. Теперь мы его разрезаем и формируем из него печенье. Здесь можно проявить свою фантазию и сделать печенье разной формы или же сделать как мы, произвольной, как получится. Сейчас мы делим тесто на печенье и позже его будем выкладывать на противень. Мы выложили все печенье на противень. С данного объема теста, который мы замешивали, вышел как раз целый противень. Теперь мы убираем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Прошло 25 минут и мы достаем наше печенье из духовки. Как только мы открыли духовку, сразу стоит уже очень вкусный запах со вкусом шоколада. Итак, мы достали наше печенье. Оно получилось вот такое красивое. Теперь мы ему даем немного остыть и будем смотреть, что у нас получилось. Мы дали немного времени, чтобы печенье остыло и его попробовали. Печенье получилось очень вкусным. Оно подойдет как детям, так и людям более пожилого возраста. Так как оно, несмотря на то, что это печенье, оно все равно остается достаточно мягким. А еще одним немаловажным плюсом этого печенья является то, что его можно готовить с разными вкусами. Даже перед вашими глазами сейчас у нас печенье с пудингом какао, клубничным и ванильным. Не ванильным, а банановым. Но также можно добавлять любой, который вам нравится. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok